Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я стою за тобой, чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты. Так и включили, и испугались, не пугайтесь, я просто так давно не красилась, так давно ещё до карантина, что я просто решила нарушить все свои зоны комфорта, рамки комфорта и намулеваться. Тем более тема сегодня позволяет, сегодня мы будем говорить про косметику, так что те, кто любит резать салаты, готовить, кушать, убираться под видосики, оставайтесь вместе со мной, сегодня будем разбирать вот это вот чемоданище, пакетище из моей постоянной, хоть и нечастой рубрики с пустыми ванночками, так что рекомендую смотреть это видео под готовку, под уборку, под расслабончик, под кофеёк, под чаёк. Вот, например, у меня закончились две упаковки витаминов, первое это витамин С, и второе это ферменты эндимы. Эндимы я принимаю, поскольку у меня проблемы с моторикой желудка, желудок очень плохо переваривает пищу, плохо сокращается, еда гниёт, и из-за этого может возникать изжога, тошнота, отрыжка и прочие неприятные вещи. Вот, мой организм сам не вырабатывает эти ферменты, к сожалению, классная штука. Я же не включила, чё говорю вообще? Сорян, ребят, я забыла подключить петличку, поэтому надеюсь, что ваши уши не пострадали. И витамин С, обычно витамин С я пью, его принимаю курсами, как правило, это весна-осень, где-то месяц-полтора. Или как только чувствую, что начинаю как-то заболевать. Его сейчас нет на Ахербе, его сейчас нет нигде, только можно скупить, перекупить у перекупщиков, поскольку во время карантина вообще сейчас очень много чего нет на Ахербе. Но вот этих витаминов и витамина С нет вообще нигде. Они очень классны, потому что в них очень усваиваемый вид витамина С, и также есть кальций и биофлавоноиды. Если вы посмотрите на Ахербе витамин С недорогой, то там, как правило, будет в основном аскорбиновая кислота. Как бы какой смысл аскорбиновой кислоты, если вам нужно поднимать иммунитет. Здесь витамин С в форме кальциума аскорбата, наиболее усваиваемый, наиболее подходимый для всех, если у вас, конечно, не аллергия и нет индивидуальной непереносимости витамина С, он намного лучше, чем аскорбиновая кислота. Закончилась у меня совсем недавно умывалка от сыровой. Буквально пару дней назад вот этой маленькой упаковочке в 87 мл мне хватило больше, чем на 2 года при ежедневном умывании 1 раз в день. Я не знаю, как так происходит, естественно, я там не каждый, прям каждый божий день им умываюсь, бывает, когда я не умываюсь или умываюсь другим средством, или там как-то третье-десятое, в общем-то, но в целом мне, да, хватило почти, ну, 2 где-то года. Она соответствует норме, как вы знаете, у нас баланс, водный баланс кожи 4,5, и он соответствует где-то 4,5-5, то есть вообще не щелочной, не мыльный, классной умывалкой хватает надолго, не сушит кожу. Шампуни, а также их родители. Один шампунь Сайхёрба от фирмы Авена, Авена, был у меня набор шампуней и бальзамов, мне, кстати, вот эта серия понравилась. Она не очень хорошо промывала, хотя здесь аммониум лаурилсульфат, достаточно такой мягкий паф, неплохо промывающий, но у него очень много в составе смягчающих компонентов, такие как масла, экстракты, и они не так прям сильно хорошо промывают кожу головы. В принципе, там, если вы используете каждый день, можно, но раз в недельку надо что-то пожёстче. Но в целом хороший шампунь, волосы не путались, были мягкими, гладкими, всё окей было. Шампунь от Оси, покупать не буду, у него состав, ну, я бы не сказала, что сильно отличаются, единственное, что у него нет практически там каких-то сильных масел, они в самом конце, я думаю, в очень маленькой дозировке. В самом начале и до середины идут павы, силиконы и так далее. Но шампунь неплохой, но вот как-то он меня сильно, кроме запаха своего, не впечатлил. Оргайн, что? Органик, орган? Не зашёл, если честно. Очень мягкий паф, содиум, кокос, сульфат, который стоит чуть ли там не на шестом месте, самые первые ингредиенты, это сразу пошли масла, то есть он, даже я бы не сказала, что он какой-то как шампунь заявленный, он скорее как уходовый какой-то компонент, ну, то есть он вам кожу головы точно не промоет, и на ежедневной основе, возможно, но после него у меня чесалась голова, был такой зуд небольшой, потому что она не сильно смывала, естественно, там кожное сало и прочее. То есть она очень-очень в составе много смягчающих компонентов, наверное, только в том случае, если у вас капец какая сухая кожа, именно на голове не жирная, а сухая, с такими прям трещинами. И шампунь от Markel Cosmetics, это белорусский бренд, мне тут даже ещё закончился, я недопользовалась, мне не понравился, с волосами делала чёрт пойми, чёрт, чёрт не пойми что. Волос был жёсткий, волос был как солома, запутанный, грязный после, сразу после мытья, в общем, очень плохо очищал. Дезодорант, дезодорант хороший, и у меня осталось совсем немного, я выкручивала, просто он у меня уже испортился, поскольку он натуральный, всё-таки его нужно использовать, ну, не два года однозначно. Ой, вот эту штуку я выкинула, потому что, потому что я не люблю таким пользоваться, раньше я была в восторге от гидрофильного масла, у меня было, у меня было видео, причём не одно, о моём уходе корейском, восьмиступенчатом, я очень любила гидрофильное масло, но для меня стало это геморройно, сложно, сначала одно, потом другое, потом пятое, десятое, куча шагов. Одни и те же проблемы, я бы не сказала, что у меня, точнее, я вообще не скажу, что у меня кожа выглядела лучше, или там как-то чувствовала она себя, ощущалась лучше, то есть как было, так и осталось. Но вот эти вот все заморочки, мне проще умыться мицелляркой и пенкой. Это мыло для умывания такое, которое, знаете, как берёшь в руки, и оно начинает таять. И ты, как гидрофильное масло, только в таком плотном виде. Я люблю вот эту фирму, Organic Kitchen, регулярно покупаю какие-то наборы, потому что это дешевле всего выгоднее. Из где-то семи, наверное, восьми вариантов разных скомпонованных, там и крем для тела, крем для рук, скраб для тела, гель для душа, ну какие-то такие вещи, мне очень нравятся. Я нашла ещё одну упаковку с добавками, это витамин D. Витамин D у меня уже лежит на замену, и я вот как-то протупила, и заказала витамин D в одной упаковке, думала, что, ну, когда я ещё заказывала, не было никакого карантина, я точно не думала, что будет проблема с витаминами на iHerb, а потом у нас произошло, что произошло, у нас заблокировали iHerb в России, я думаю, вы в курсе того, что теперь ни с компьютера, ни с телефона, без VPN не зайти. И, в общем-то, когда у меня позаканчивалось всё, витамин C и энзимы, витамин D, я зашла на iHerb, мало того, что я зашла, там, не знаю, с десятой попытки, так я ничего не нашла, витамин D нормальный, всё раскупили, остался какой-то либо в плохой дозировке, либо какой-то непонятный, дешёвый. И мне пришлось отслеживать несколько дней, короче, отдельная история, но в этот раз я заказала большую упаковку и несколько штук, чтобы наверняка хватило. Вот это вот, это быстрее выкинуть, мне кажется, она взорвётся скоро. Ну, кстати, не так плохо пахнет, зачем я всё нюху, особенно протухшее. Что-то типа пилинга, мини-пилл называется, да, но это как маска, скорее, а не пилинг, просто с пилингующим эффектом. Он жжёт на лице, как пилинг, но имеет не такой длительный и эффективный результат, как пилинг всё-таки, но имеет такую неплохую очищающую функцию. Такая же история вот с этой маской, с iHerb, вот то же самое, она у меня уже вздулась, надо скорее их выкинуть. Это маска-плёнка. Я просто не очень люблю маски-плёнки, не знаю, зачем я купила сто лет назад. Ещё средство для волос достаточно занимательное, это масло для волос, которое, по сути, нужно наносить во время мытья, как третий этап после кондиционера. Оно смываемое, но его нужно наносить вот после кондиционера, не вместо, а после, как завершающий такой эффект, который будет склеивать ваши волосы. Вот после него волосы были совершенно другие, если использовать шампунь и бальзам, и кондиционер, и маску, но без него. Ну вот какие-то они совсем другие, более мягкие, более распутанные, более кудрявые. Классная штука, мне очень нравилась, я до последнего им пользовалась, к сожалению, закончился. Покупать не хочу, потому что он стоит что-то около трёх тысяч рублей, вот этот вот бальзам масла. Я думаю, может быть, найду что-то подешевле. Ух ты, даже двое патчей, две упаковки патчей у меня закончились. Прикиньте, сколько лет, блин, этим пустым баночкам? Год. Одни корейские, одни китайские. Это с iHerb, это с AliExpress. Честно говоря, я не особо вижу разницы между ними. Корейские более плотные, они сами по себе такие толстые, уплотнённые, реально более плотные. Китайские более тонкие, и они больше по размеру, такие прям, знаете, прям ого-го. Корейские патчи у многих вообще никакого эффекта не вызывают. Ну, типа, немножко охлаждает, немножко высвечивает, осветляет, немножко подтягивает. Но вот с этим вот справляются и китайские за 300 рублей с AliExpress. Так, всё, начать. Витамин D в каплях. Зачем заказывала? Да, собственно, не знаю, витамин D вообще маленькие такие, абсолютно капсулки. Но мне хотелось попробовать вот в капельках. Прикольно, для детей удобно. Вот это серум, сыворотка, сайхёрба, восхитительная. Она очень часто там на распродаже. Я купила вообще, по-моему, за 230 рублей, бывает 270. Я на неё ссылку оставлю, если не забуду. Восхитительная сыворотка, моментально впитывается. Не надо, знаете, как некоторые сыворотки водянистые. Надо, блин, по 100 раз их проводить по лицу, потому что они водянистые. Чтобы они впитались, надо много сделать силодвижений. Здесь впитывание моментальное, но при этом безумно приятное ощущение, увлажнение, шелковистость, бархатистость кожи. Она продаётся на сейлах, потому что якобы это пробник 10 мл. Но, камон, большинство сывороток конкретно вот такого размера. Поэтому я не знаю, что тут, какой тут распродажа. Супер сыворотка, не знаю, очень классная. Вот такие капли закончились. Митавитан попадались мне в какой-то коробочке. Это концентрат митохондриального антиоксиданта. Не знаю, что тут за вода такая митохондриальная, но она реально работала. На цвет и вид чисто вода. Даже никакая не мутная, просто жидкая вода. Но она делает что-то восхитительное с кожей. Она стоит, кстати, я зашла на официальный сайт, по-моему, около 3000 рублей. Вот это. Но оно реально кайфовое. Девятый мой или десятый стик. Любой заказ на Херби не обходится без вот этого. К сожалению, я делала свой заказ месяц назад и забыла его туда положить. Поэтому у меня мой заканчивается. Я не знаю, что я буду делать дальше. Я не знаю, что я буду делать дальше. Ждать следующего заказа. Я пробовала и на брови, и на ресницы. Пользовалась-пользовалась. Каждый день чуть ли не фотки делала для отчёта. Хотела для вас видео снять. Мало ли, такая бюджетная сыворотка. Она стоила 2,900 рублей. Купить можно в аптеке. Классно, да? Не какие-то микс-лаж по 3000. Но она реально не работает вообще. Не стали гущие ресницы. Прочнее. Вообще ничего с ними не стало. Бальзам для губ. Китайский. Мне Вадик его привозил с Китая, собственно, когда был в командировке. Я его поискала на Алиэкспресс. Нашла, не поверите, чуть ли не за 600 рублей. Сказала, да ну нахрен. Охлаждал, классно увлажнял и вкусно пах. Мой любимчик прям был. Но за 600 рублей проще мне Вадима в командировку в Китай отправить. Это какой-то был стик от El Corazon для кутикулы, которым я вообще не пользовалась. Потому что, ну, что-то после перехода на аппаратный маникюр, всё реже и реже мне приходится сталкиваться с тем, чтобы кутикулу перед сном увлажнять кремом или маслом. Чем-то, потому что она вообще не шелушится, медленно отрастает, и всё супер. И Carmex мой любимый. Туши, 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 четыре туши. И фраше. У неё очень большая пушистая щёточка, с которой я не подружилась. Kika. Это была не тушь, а такой специальный, как бы, расчесыватель. Поверх вашей основной туши вы расчесываете вот это, и она якобы снимает остатки туши и немного подкручивает. Но по факту работает, как обычная щётка какая-нибудь одноразовая для ресниц. Clinique Cha Belage. Вот эта тушь была неплохая, кстати. У неё силиконовая щёточка, но она огромная. Но она классно подкручивала, кстати, и прокрашивала. И тушь от Reluie. Белорусская фирма. Такой себе. Лет 10 назад, когда я была в Беларуси, у них была эта же тушь XXL, только она выглядела по-другому. Она была в красной упаковке. И тогда она была офигенной. Два гель-лака. Вот этот у меня закончился. P&B камуфляжная база. Я купила точно такую же, только в другом цвете. Классно смотрится как база и как одновременно цветное покрытие. То есть просто его сверху топ и вообще отлично. Держится долго, снимается, носится шикарно. Большой объём, хватает надолго. Последнее на сегодня, да, это кокосовый баттер. Неудобный для меня формат. Я не люблю банки, вот это вот выковыливание туда пальцами. Тем более для губ это вообще неудобно. И ОС. Вау, он мне растаял. Фу. Тоже мне не очень нравится эта упаковка. Вот это открывать, мазать. Большое спасибо за внимание. Любителям моих кудряшек посвящается. Я сегодня помыла голову, специально ничего не укладывала. Потому что мне регулярно пишут, что мои кудри восхищают многих. Вот. Ничего не делала. Никаких укладочных средств, стайлингов. Вот этих вот кёрл специальных тем. Ничего не делала. Просто пожмякала волосы вот так вот и всё. Большое спасибо вам за просмотр, за внимание. Надеюсь, что вы на этом карантине не сошли ещё с ума. Потому что я уже начинаю понемножку сходить. Всем пиз. Мир. Здоровья. Всем пока.